Пожар на Ощелинской свалке. Спасатели не могут потушить пламя уже третьи сутки. Есть угроза распространения огня на близлежащий поселок. Министерство промышленности и торговли всегда будет поддерживать тех, кто привлекает технологии на территории Российской Федерации с последующей локализацией производства. В Коврове будут выпускать станки с числовым программным управлением. В чем прелесть нового оборудования и что даст их производство 33-му региону. Ну, в Карламовец я так научиться, а в торпеду уже, чтобы в будущем играть. Турнир среди любителей. Во Владимире прошли соревнования по дворовому футболу. Команда какого района стала победителем? В эфире новости 24 на 6 канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Сестра убила брата. В преступлении подозревается 37-летняя жительница Судогды. Она вышла на балкон квартиры, где уже находился ее брат. Женщина с силой толкнула своего брата в сторону улицы. Он упал с высоты третьего этажа и от полученных травм скончался. Теперь сестру подозревают в умышленном убийстве. Впрочем, не факт, что она сядет. Женщина страдает психическими отклонениями. Сейчас эксперты должны ответить на вопрос, в состоянии вменяемости или невменяемости она находилась в момент совершения преступления. Ну и родственники и соседи характеризуют ее как достаточно неадекватного поведения, но не набрасывающегося каждый день на людей, но все-таки имеющего, конечно, психические отклонения. Еще одна кошмарная история произошла в Ковровском районе. 45-летний мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика, который возвращался от бабушки. Мужчина был на мотоцикле и сказал мальчику, что довезет его до дома. Но вместо этого увез ребенка в лес, где изнасиловал. Установить личность преступника помог местный житель. Он нашел мобильник, на который была снята сцена насилия. Следствие полагает, что видеозапись делал сам насильник. Сейчас он находится под стражей. Это, кстати, присуще педофилам, поскольку они в последующем просматривают видеоролики и испытывают определенное сексуальное возбуждение при этом. Конечно, исключительность вот этого случая состоит в том, что ребенок постеснялся своим родителям рассказать о том, что с ним произошло. И, в общем, если бы не мужчина, который сдал в правоохранительные органы телефон, который он нашел, то, наверное, это преступление оставалось бы латентным. Пожар будет потушен только осенью. Спасатели МЧС и лесная охрана третьи сутки пытаются справиться с пожаром на Ащеринской свалке. Площадь возгорания составляет несколько гектаров, а слои горящего мусора достигают высоты девятиэтажного дома. Жители деревни Гостюхинский карьер, расположенный прямо на краю свалки, сегодня ночью не ложились спать. Боялись, что их деревня сгорит дотла. Наша съемочная группа выехала на место событий. Ащеринскую свалку пытаются потушить уже третий день, и открытого огня остается все меньше. Однако тлеть продолжает почти вся территория свалки. По словам спасателей, полностью потушить этот объект удастся лишь наступлением осени. Кроме спасателей МЧС на тужении пожара площадью почти в 10 гектаров задействованы машины Ковровского водоканала, заводы имени Дегтярева и пожарные машины лесной охраны. Задача локализовать огонь. В зоне вздымления, в трех километрах от свалки, находится северная часть города Ковров. А прямо у подножья свалки, в ее санитарно-защитной зоне, проживают больше двух десятков семей поселка Гостюхинский карьер. Дышать нечем, нечем дышать. Сколько уж тут у нас людей умерло. Все время валит и валит и валит. Был у нас там пикет, покуда у нас свалка. Сейчас уже на два раза сюда подвинулись самовольно. Вырезали лес, захламили все, загрязнили. Никто не ездит, никто не проверяет, а живем как в этом воду. Очень боимся. Мы сегодня не спали вообще всю ночь. Всю ночь ходили. Это не первый раз, это уже третий раз. В поселке 23 семьи. Вот только на бумагах чиновников этого населенного пункта не оказалось. И жители боятся, что их поселок, отделенный от свалки 50 метрами, сгорит в одной из ночей. Все были очень удивлены, когда я факс послала Орловой, все очень были удивлены, что у нас существует поселок. Этого поселка вообще не существует нигде по документам. С трудом удалось доказать, что здесь живые люди, вот вы все видите. Но у нас числится 23 семьи на сегодняшний день. Есть и дети, есть ветераны войны, есть вдова-чернобыльцы. Как закрыли свалку, никого нет, хозяев здесь нет, валют где хотят. Как свалку закрыли, все время надымилось, но немного тлело. А теперь само сгорание произошло. Ощеринскую свалку по решению суда закрыли в прошлом году. Но незаконный вывоз мусора в основном с предприятий города Коврово сюда продолжается. Как сообщили нам в Росприроднадзоре, даже специалисты контролирующих органов на сегодняшний день не могут ответить на вопрос, что именно сюда привозили из оборонных заводов и каким дымом дышат местные жители. Я не могу оценить степень опасности, потому что, ну, во-первых, никто не знает, я думаю, что практически ни у кого нет информации, какие отходы и каким образом складировались. Мы можем только предполагать. Непонятно, какого класса и какие отходы и какие последствия мы не можем смоделировать ситуацию. На протяжении многих лет свалку незаконно использовали ковровские муниципальные службы. По мнению руководителей Росприроднадзора, им теперь и убирать, то есть заказывать проект рекультивации. Ущерб окружающей среде от этого пожара будет подсчитан еще не скоро. А полностью потушить свалку спасатели рассчитывают лишь к осени, когда на помощь придут проливные дожди. Евгений Локтионов, Артем Горчаков, Шестой канал. Сегодня на базе Ковровского электромеханического завода прошла торжественная церемония открытия производства станков с числовым программным управлением. Уникальность оборудования в том, что на нем можно производить как токарные, так и фрезерные операции. Партнерами ковровчан стал мировой лидер в станкостроении японская компания «Токисава». Только в этом году Ковровский завод планирует выпустить новых станков на полмиллиарда рублей. Подробности в репортаже Ирины Начаровой. Ровно 9 месяцев назад этот грандиозный проект был только на бумаге. Сегодня на базе Ковровского электромеханического завода уже стали выпускать станки нового поколения. Первая партия 10 станков ждут своих покупателей. Церемония открытия сопровождает любимый японцами Моцарт. Открыла торжественную церемонию губернатора Владимирской области Светлана Орлова. Летом прошлого года она лично принимала участие в переговорах по открытию производства в Коврове. Совмещая просторы России, ваш и наш профессионализм, высочайшие технологии, я думаю, что этот центр будет в ближайшее время мировым лидером. Специально на открытие производства токарно-фрезерных станков приехала замминистра промышленности и торговли Гульнас Кадырова. Это ее первая рабочая поездка в новом качестве. На этот пост Кадырову только вчера назначил премьер-министр Медведев. Министерство промышленности и торговли всегда будет поддерживать тех, кто привлекает технологии на территории Российской Федерации с последующей локализацией производства. Буду честен, эта идея не принадлежит Российской Федерации. Эта идея принадлежит господин Харада. Для нас это было действительно сюрпризом, когда японская сторона предложила не просто организовать производство высокотехнологического оборудования. Эту модель мы с компанией Токисава вводим на мировой рынок одновременно. Выступление гендиректора компании Токисава вызвало шквал аплодисментов. Харада Кадзихура специально для церемонии открытия выучил несколько фраз на русском языке. Меня зовут Кадзихиро Харада. Японская компания передала Кэмзу эксклюзивное право на сборку, проведение пуска наладочных работ и техническое обслуживание станков пятого поколения. Впервые в истории России. С 2011 года Кэмз использовал более 60 разновидностей станков компании Токисава. И как активный пользователь продукции компании накопил значительные опыт в их применении. Торжественное перерезание ленточки и вип-персонам демонстрируют возможности нового оборудования. Станок оснащен разными инструментальными револьверами. В них можно установить до 40 инструментов. Уникальность станка в том, что на нем можно проводить как токарные, так и фрезерные операции. То есть это полноценный токарно-фрезерный обрабатывающий центр. Все стороны обрабатываются одновременно. Работники Кэмза на удивление японцев быстро освоили инновационные технологии. Теперь самые готовы передать свой опыт потребителям. В будущем на базе Ковровского электромеханического завода планируют создать федеральный центр станкостроения. Японские, конечно, станки – это суперпрофессиональные станки. Это мировой лидер на рынке. И для нас это важно, что здесь они как мировые лидеры, и мы вместе с ними. Вот, и они поверили. Вот что главное-то, понимаете? М-35. Ирина Начарова, Александр Мажаров, Шестой канал. А теперь коротко о других новостях. Глава фермерского хозяйства обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 52-летний Алексей Тюрин взял в аренду 5 земельных участков, но по целевому назначению их не использовал. Тем не менее, когда аренда закончилась, предприниматель захотел выкупить землю по льготной цене. Реальная рыночная стоимость земель сельхозназначения – около 6 миллионов рублей. Тюрину они были проданы за 22 тысячи. Сейчас договоры купли-продажи признаны недействительными. Участки возвращены в состав земель муниципального образования, а Тюрин предстанет перед судом. Ему грозит крупный штраф и до 10 лет лишения свободы. Лоси выходят на дорогу. Один оказался на проезжей части накануне около 11 вечера. Был это в поселке Юрьевец рядом с постом ГАИ. Водитель «Шевроле» не сумел избежать наезда на животное. В результате лось погиб, а машина оказалась с проломленной крышей. Водитель и его пассажирка тоже пострадали. У обоих черепно-мозговые травмы, а девушка еще и нос сломала. Фальсификат убрали с прилавков. Мэрия получила информацию, что в городе торгуют поддельным алкоголем. Речь шла о 13 точках. Их проверили. Сигнал подтвердился. Во всех трех районах Владимира нашли алкоголь, на котором имелись федеральные специальные и акцизные марки с признаками поделки. В основном это водка марок «Финская Сильвер», «Озерная Балтийская водка». Более 500 бутылок изъяты из оборота и отправлены на исследование. Если напитки по итогам экспертизы действительно окажутся фальсификатом, возможно наложение административного штрафа на должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических от 40 до 50. Название магазинов, где торговали неправильной водкой, обещают обнародовать после вынесения постановления о привлечении к административному наказанию. Внимание, дети! В области началась операция с таким названием. За 4 месяца зарегистрировано 55 ДТП с детьми. Один ребенок погиб, 62, получили травм различной тяжести. Сотрудники ГАИ будут ходить по школам и детским садам и напоминать детям, что даже в каникулы о правилах дорожного движения забывать не стоит. Водителей проверят на соблюдение требований перевозки детей и притормаживают ли они у пешеходных переходов. Также будут обследованы маршруты до детских оздоровительных лагерей. Наградили лучших. Подведены итоги конкурса «Победа моего прадеда». Он посвящен 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники конкурса – школьники со всей области. Детям нужно было написать сочинения или стихи о роли их близких в Великой Победе. Мероприятие проводилось уже в четвертый раз, но стихи и сочинения ребята писали впервые. Раньше организаторы предлагали конкурсантам только рисовать. Сочинения в стихах ребенок раскрывается полнее. То есть он музыку добавляет в эти слова, чувствуется его настроение, его сердечные переживания. Ведь душа ребенка – это как зеркало, в ней видно все. И ребята присылали свои работы. Работы выкладывались на сайт, шло активное голосование, обсуждение работы. То есть молодцы очень хорошо приняли участие. Главная задача организаторов конкурса – воспитать чувство патриотизма в подрастающем поколении. Как оказалось, о событиях почти 70-летней давности ребята знают совсем неплохо. Участвовать в конкурсе вызвали 72 школьника. Я написала сочинение про своего прадедушку. Он воевал под белой русой и был стрелком-радистом. Запомнились его переживания. Он рассказывал, что солдатам было нелегко, как не хватало еды. Просто хотелось рассказать о том, как было на войне, что люди воевали, защищая нас, будущее поколение. Дворовые чемпионы. Сегодня команда Октябрьского района заняла первое место в городском чемпионате по мини-футболу среди дворовых команд. Турнир проходил во Владимире с 6 мая. В состязание приняли участие 33 команды из разных районов города. Пообщалась с юными дарованиями, мечтающими выступать на профессиональной арене, Карина Трошенская. В свои 11 лет Дима Быстров уже три года занимается футболом. В этом году он играет в команде Октябрьского района. Сегодня ребята одержали победу в городском чемпионате по мини-футболу среди дворовых команд. В победе Дима был абсолютно уверен. Юный футболист планирует связать свое будущее с профессиональным спортом. Много раз играю. Чего волноваться-то? Уверенность я чувствовал. Хочу со следующего года в торпеды пойти. В горла мути я так научиться, а в торпеды уже, чтобы в будущем играть. Чемпионат проходил 6 мая. В нем приняли участие 33 команды из разных районов города. В финал прошли три. Первое место заняла команда Октябрьского района, второе – Фрунзенского, третье место – команда Ленинского района. Тренер команды-победительницы Анна Норейко считает, что победу ее команде принесла сплоченность и любовь к футболу. Мы уже третий год играем этим составом, они у нас сыграны, поэтому, судя по всему, заняли первое место. Они друг друга чувствуют, видят. Мальчишек привлечь к занятиям спортом, чтобы они не по подъездам, как говорится, а вот мяч, они вообще это любят. И чем больше таких турниров, я считаю, тем лучше. Чемпионат был организован по инициативе главы городской администрации Андрея Шохина. В этом году он был посвящен 69-й победе в Великой Отечественной войне. Юные призеры были награждены медалями, кубками и сладкими призами. Поздравить спортсмена с победой приехал Федор Зизюлин, начальник управления по физической культуре и спорту. В детстве, может быть, нас некому было организовать, но во дворе, наверное, гоняли все. Не развивая дворового спорта, детского, мы не вырастим здорового поколения. Это движение среди КТОСов, которое у нас прошло в два этапа, сначала играли в районах, потом провели финальный тур, оно проходило имени под знаком того, чтобы максимально вовлечь детей, которые играют во дворах. Кстати, в этом чемпионате приветствовалось участие мальчишек, которые гоняют мяч именно во дворах. Участие тех, кто занимается в футбольных секциях, было ограничено. Каждая команда могла иметь не более двух таких профессионалов. Несмотря на это, все юные спортсмены показали достойный результат. На этом у нас все. Давайте делать новости вместе. Хотите стать героем нашей программы и у вас есть о чем нам рассказать, звоните в редакцию 6 канала по телефону 36 66 66. Хороших вам выходных и до встречи на РЕН-6 канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова